Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео мы рассмотрим несколько оптических иллюзий. В переводе с латыни слово иллюзия означает ошибка, заблуждение. Выражение «обман зрения» в жизни встречается довольно часто. Наш глаз не точный измерительный прибор, поэтому и ему свойственно ошибаться. А ведь большую часть информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. Еще Козьма Прутков говорил, если на клетке слона прочтешь надпись Буйвол, не верь глазам своим. Нередко то, что мы видим, обманчиво, и многое оказывается совсем не тем, чем кажется на первый взгляд. Вот лишь несколько любопытных иллюзий. А вот визуальный эффект «танцовщица». Кто-то видит ее вращающейся по часовой стрелке, кто-то против часовой. Хорошо эффект заметен на этой анимации. Если посмотреть на левую танцовщицу, а потом на центр, то танцовщица в центре будет вращаться по часовой стрелке. А если сначала на правую, а потом на центр, то танцовщица будет вращаться против часовой стрелки. Иллюзия создается из-за отсутствия визуальных ориентиров глубины. А на этом перевернутом фото мы видим трех симпатичных женщин. Но стоит только перевернуть фотографию и сразу же «О боже! Я так жестоко ошибся!» Это эффект перевертыша. В этой оптической иллюзии характер воспринимаемого объекта зависит от направления взгляда. Перевертыш – одна из самых красивых и забавных оптических иллюзий. Иллюзия «Пизанская башня» в 2007 году получила первое место в конкурсе «Лучшая иллюзия года». На изображении мы видим два фото Пизанской башни. Визуально нам кажется, что башня справа наклонена больше, как если бы ее сфотографировали с другого ракурса. На самом же деле башни параллельны друг другу, а эти две фотографии идентичны, что легко проверяется редактором. На этом рисунке на первый взгляд кажется, что художник установил цены на картины согласно их размерам. Больше размер картины – выше цена. Вот только на самом деле все картины одного размера, и это легко проверяется в редакторе перемещением изображения. Может быть в этом и есть секрет загадочной улыбки Моны Лизы. А вот еще одна любопытная иллюзия. Иллюзия шахматной доски. Взглянув на нее, мы скажем, что клетки А и Б разного цвета. А вот с помощью редактора убедимся в том, что их цвет идентичен. На самом деле то, что мы видим, как темную или светлую клетки, является обычными оттенками серого цвета. Белые клетки под тенью, включая клетку Б, являются фактически точно таким же оттенком серого, как черные клетки снаружи. А вот еще забавная иллюзия. Следящий дракончик или дракончик-шпион. Вы перемещаетесь вокруг дракончиков, а они в это время поворачивают голову, не спуская с вас глаз. Из-за чего возникает такой эффект? Все просто. Особая раскраска драконьей головы заставляет визуально воспринимать ее, как выпуклый объект, несмотря на то, что бумага вогнута внутрь цветной стороной. Когда мы смотрим на какой-либо объект, наш мозг пытается распознать его форму и делает это на основе повседневного опыта. Когда мы перемещаемся, то заранее представляем траекторию движения дракончика. В широкое распространение получили 3D-иллюзии. Вот один из примеров. Автомобиль мчится на столбике заграждения. Кажется, еще мгновение, и он врежется в них. Но он спокойно проскакивает препятствия, а взгляд с другого ракурса показывает, что три столбика являются 3D-изображениями. Иллюзий великое множество. В научной и популярной литературе описаны многие сотни зрительных иллюзий. Причины некоторых из них давно установлены, а других до конца не раскрыты до сих пор. Почему они возникают? Зрительный аппарат человека – сложно устроенная система с определенным пределом функциальных возможностей. В связи с этим выделяют три основные причины. Наши глаза так воспринимают идущий от предмета свет, что в мозг приходит ошибочная информация. Нарушение происходит уже во время передачи сигнала по нервным путям к мозгу. Мозг не всегда правильно реагирует на сигналы, приходящие от глаз. Часто оптические иллюзии возникают сразу по двум причинам. Являются результатом специфической работы глаза и ошибочного преобразования сигнала мозгом. И как теперь скажешь, что все то, что предстает перед нами ежедневно, является таковым, как мы это видим, и не является нашей иллюзией. А у меня на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Оцените его. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok